Здравствуйте! Минувшая неделя на Байконуре была посвящена особому празднику. 55 лет назад с площадки номер один, которая позднее будет называться Гагаринской, отправился на орбиту первый спутник Земли. Началась космическая эра. На торжественных мероприятиях глава Роскосмоса Владимир Поповкин вручил награды ракетчикам космодрома. Поступая перед студентами филиала МАИ на Байконуре, глава агентства больше говорил не о славном прошлом, а о настоящем и будущем нашей космонавтике. Возможно, полет на Луну. Но полет на Луну, возможно, будет и необходим только тогда, когда мы закончим проектирование вместе с Академией наук, а что на Луне будет с точки зрения науки. Новые воздушные ворота торжественно открылись на Байконуре. В аэропорту с характерным названием «Крайний» завершилась полная реконструкция. Оценить современный аэровокзал теперь смогут не только космонавты. После реконструкции аэродром «Крайний» на Байконуре может по праву называться аэропортом – парадными воздушными воротами космического города. Для космонавтов путь на орбиту начинается здесь. Сюда же прибывают все, кто запускают ракеты в космос. Космическая гавань «Байконур» приобрел новую визитную карточку. Так как аэродром «Крайний» является нашей российской гаванью и является составляющим звеном, обеспечивающим связь с Большой Землей, поэтому мы должны быть готовы принимать и наших специалистов, и недавно прибывших, и прибывающих постоянно сюда на аэродром «Крайний» экипажи Международной космической станции. Ювелирная посадка со спутником на борту. Жизнь космических аппаратов на Байконуре начинается именно с Крайнего. Ворота в космос, их можно назвать, знаете почему? Потому что первый спутник, который появляется на космодроме, он приземляется в аэропорту. Следующий этап – реконструкция взлетно-посадочной полосы. Появится возможность принимать самые тяжелые самолеты с самыми большими спутниками. Сегодня «Крайний» смотрит на мир новым взглядом. Радиолокатор не зря называют глазами. При помощи двух радиоканалов можно узнать о самолетах в радиусе более 300 километров. В принятом сигнале содержится дополнительная информация о бортовом номере воздушного судна, высоте полета, скорости. Для пассажиров это означает главное – безопасность. Проверить все новшества можно будет уже этой осенью. Совсем скоро пуск союза с космонавтами и протона со спутником связи. Космическая эра человечества вступает в эпоху орбитального туризма. Хотя сама идея путешествия в космос возникла у фантастов задолго до первых пилотируемых полетов. Еще в середине прошлого века известный писатель Артур Кларк считал, что в 2014 году на орбите появятся первые гостиницы. Судя по всему, он оказался провидцем. Творческая раскрепощенность, финансовая мобильность и расчетливая дерзость. Частная космонавтика выходит на орбитальную арену. Первыми были супербогачи. Семерка отважных космических туристов в разные годы отправлялась на орбиту на Российских Союзах. Сегодня известны около 30 проектов космических аппаратов для туристических полетов. Их разрабатывают специалисты России, Великобритании, Германии, Канады, Израиля и США. И чем безумнее кажется идея, тем больше шансов на ее воплощение. Полноразмерный макет космического корабля «Спейсшип-2» на выставке публично за пределами Америки представлен впервые. Конечно же, этот самолет долетел до Лондона не своим ходом. Но в будущем подобные межконтинентальные перелеты будут для него делом всего лишь нескольких минут. Сейчас он вызывает неподдельный интерес. Еще бы, именно ему предстоит стать первым регулярным коммерческим транспортным средством по доставке людей на орбиту. Мы хотим сделать космос доступным для всех. Стоимость нашего полета 200 тысяч долларов. На российских кораблях намного больше. Внешне коммерческие «Спейсшип-2» видели многие. Но вот внутри корабля пока не бывал никто. Через маленький люк Ричард Брэнсон попадает внутрь своей мечты. Рассматривает. Впереди разместятся два астронавтопрофессионала. Сзади шесть пассажиров. Ричард усаживается туда, где скоро будут стоять космические кресла. Его личное место в первом полете здесь, ближе к иллюминатору. Их тут очень много. Чтобы с космической высоты полета можно было разглядывать Землю всем сразу. Я люблю мечтать. И самая главная моя мечта — это попасть в космос, взяв с собой как можно больше друзей. Уже больше 500 человек изъявили желание полететь в космос. Часть своей туристической путевки они оплатили. По сути, за счет этих финансовых вложений развивается космический проект. Каждый турист — соинвестор. Шотландец Брэйн Гелланс мечтал о полете в космос с детства. Я еще не астронавт, но мечтал стать им с 7 лет. Я с детства хотел прогуляться по другой планете. Он купил билет в космос на интернет-сайте. Захотел стать орбитальным туристом. Россиянин Игорь Куценко пока единственный известный русский претендент на кресло в космическом корабле. Может быть, да, у меня нет каких-то дорогих вещей, яхт, но для меня это не является ценностью. Для меня больше является ценностью ощущения, эмоции. Шоу должно продолжаться. И вот уже Брэнсон презентует новую ракету публике. Высовываясь из иллюминатора, он держит макет ракеты-носителя Launcher One, который в ближайшем будущем обеспечит коммерческие запуски спутников. Возвращаемый спускаемый аппарат «Алмаз» девять раз был в космосе. Испытан на брочности еще в советские времена. Он тоже может стать коммерческим кораблем для полета туристов. Стоимость высока, но и космос настоящий, не суборбитальный. Я не думаю, что есть реальные конкуренты, потому что наши капсулы уже существуют. Они были испытаны, летали в космос девять раз, в то время как другим странам все это только предстоит. Еще один российский ракетоплан для туристических полетов. Его давно разработали, но сегодня дела идут медленно. Нет финансирования. Хотя преимущества у этого аппарата колоссальны. Вот и получается, без соинвестора передовые разработки могут так и остаться на Земле. Вот этим проектом, 16-ти местным, в общем-то, опережаем их по возможности. Главная задача, которая, поскольку это коммерческое мероприятие, то вопрос стоит об окупаемости этого проекта. А окупаемость проекта идет за счет пассажиров. Российская космическая программа не нацелена на полеты туристов. Под прицелом наука, а не коммерческая выгода. Однако в планах все же есть туристический полет в космос на новом российском корабле. Не раньше 2015 года. Опять же, если будут свободные места. В любом случае, мир стоит на пороге нового явления. Туризм не только планетарного, но и галактического масштаба. Глобальное потепление продолжает волновать научные умы. Некоторое время назад российские ученые предлагали развернуть на орбите гигантский зонтик – зеркало из светоотражающей пленки. А вот астрофизики из Шотландии придумали использовать для борьбы с глобальным потеплением пылевое облако. Для этого на высокой армите Земли надо всего лишь взорвать астероид. И все же проект с российским зонтиком представляется более гуманным. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин